На сегодняшний день Каспийск занимает первое место по республике в рейтинге ценной недвижимости. Это касается не только вопросов приобретения жилья, но и аренды. В связи с высоким спросом на посуточную аренду квартир, жители города столкнулись с огромной проблемой. Снимали квартиру 18 тысяч за двухкомнатную квартиру. Потом сын уехал в Челябинск, поехал, женился, мать и брат поехал с ним. А маму, как сказать, хозяйка поставила условия, чтобы освободить и выгоднее пускать посуточно. Как выяснилось, людей, арендующих квартиры на долгосрочный период, стали выселять, отдавая предпочтение посуточной аренде. У меня были клиенты, которые звонили, говорят, нам дали неделю, через неделю надо выселяться. Но это неправильно, это уму невостижимо, чтобы человек за неделю нашел. Тем более в такой обстановке, когда весь рынок направил посуточную аренду. Вместе с ростом спроса на жилье, как показывает статистика, выросли и цены. Но не всегда эта цена соответствует качеству. Начиная с 2018 года в поисковых запросах разных сайтов коэффициент посуточной аренды из года в год рос в геометрической прогрессии. Если в 2018 году в Каспийске сдавалось посуточно 250 квартир, то на сегодняшний день объявления на популярных сайтах исчисляются тысячами. Немножко цена могла бы быть чуть дешевле, но так как есть большой спрос, большой сезон, я думаю, что рынок все отрегулирует. Наша съемочная группа попыталась выяснить, чем же обоснованы такие быстрые изменения. Сдавать посуточно, просто им выгодно посуточно. Если они сдавать будут, они месяц могут, тысяч 60-70 получат. А так они то, что сдают, они 15-20 тысяч максимум месяц получают. За это многие, у кого болезнь здесь денежная, они сдают на 3 месяца. Большинство арендодателей, уходя от налогов, документально не подкрепляют сделку. Именно поэтому квартиросъемщики, полагаясь исключительно на совесть собственника жилья, фактически вступают в опасную авантюру. Пусть хозяева оплачивают налог, если они попадают под налог. Если даже они не зарегистрируют его нигде, хотя между собой заключают договор. Но как-то оформить это все. Потому что, если все не оформлять на словах, это так и будет продолжаться. Если рассматривать вопрос с позицией надежности для самих собственников жилья, которые зачастую также сталкиваются с различного рода проблемами, Гасанова Шекияд, опираясь на свой опыт, считает, что посуточная сдача квартиры в аренду – это тоже своего рода русская рулетка. Изобилие предложений на рынке не всегда дает стабильный заработок. Лучше сдать на долгий срок. Надежно, стабильно. И вы знаете, что мне надо ходить убирать за ними, и вам сдадут квартиру в чистом порядке, аккуратном виде. Резко возрастающий спрос на аренду посуточного жилья продиктован отсутствием конкуренции. Поэтому, по словам риэлтора, если отрегулировать этот вопрос, то ситуация изменится в лучшую сторону. Я думаю, если будет побольше отелей, гостиниц, бюджетных вариантов, не так завышенные цены, как и на сегодняшний день. И туристам это очень удобно будет. И для наших квартирантов, которые на долгий срок снимают квартиры, для них тоже это какое-то спасение будет на сегодняшний день.